А помнишь, как мы каждый раз вбивали все свои данные, чтобы купить билет? Нет. Оплачивайте авиабилеты гостиницей Туры. Удобнее в разделе «Город» приложение Тинькофф. Кэшбэк до 10%. Тинькофф – город. Встречаемся здесь. Гурам оценивает все, что есть в доме. Если больше бриллиантовых вещей, он дарит в хату подарок. Если больше дерьмовых, что-то забирай. Эй, где это мы? Мы приехали на хату к артистам лейбла Raava Music. Эльман, Андро, Мона, Тони, Эльчин, Армен, Артем, Джимми и все остальные. Посмотрим, где курят кальян. Эльман – рэперы. Погнали. Здравствуйте. Эльман, Тони. У меня сопля в носу. Здравствуйте, Андрей. Сергей, у меня сопля в носу. Ничего страшного. Я прохожу вашу хату прямо сейчас. Буду все там оценивать. Вы в это время онлайн смотрите в этом доме на колесах. Хорош. Проходите, пожалуйста. Хорош. Мона. Да, мы вперед. Всем хорошего дня. Ручку, ручку. Забор закрывается вручную. Как мы понимаем, сразу дерьмо. Мы в доме у артистов лейбла Raava Music. Они тут все живут. Тут раньше жил вместе с ними еще Джонни. Но, как мы помним, Джонни съебался с лейбла как комета. Давайте пойдем посмотрим, как они тут живут. Баскетбольное кольцо. Типа такие, мы ебать какие модные. У нас тут есть баскетбольное кольцо. Баскетбольный мячик сдутый. Весь в говне. Попробуем покидать. Ёбка, взрослые люди. Покажите дом. Дом, по-моему, вообще максимально не рэперский. Как будто вот в этот дом не приводят трахать сук. Как будто, бля, после венчания ты вот приводишь в место. Первая брачная ночь. И вот так, блядь, с этого красивого балкона выходит бабушка. Вот так держит простыню. Она целка! Вот такой дом, блядь. Хорош. Самый прикол, это американцы строили дом. Автопарк Рава Мьюзик. Что, мы видим седан. Мне сказали, BMW Эль Мана. Седана не люблю. Просто, да, сразу дерьмо. Мы это все понимаем. У тебя в основном кредитная машина? Это Крашеная. Жены Эль Мана автомобиль. Гелик, да. Наша сестричка. Уважаем вас. Все нормально. И при всем уважении ко всем нашим, моим любимым, каким, как я, хачам. Гелик, хуйня, как я считаю. Так что Гелик тоже, да, аккуратненько. Вот так. Блядь, предлагаю дальше посмотреть двор. Да? Да. Мы видим лужайку. Это, наверное, какой-то английский газон уебанский. У них есть бассейн. У них есть бассейн. У них есть бассейн. У них есть бассейн. Мои родные. Гуран, ты как это делаешь? Ты что, фокусник? Нет, парни, вы просто очень долго моргаете. А пока вы моргаете, я заказываю себе отличные вещи на Джум. Джум – это твой родственник? Нет, но мы с ним тоже в близких отношениях. Джум – это маркетплейс, который объединяет продавцов и покупателей по всему миру. И да, товары можно заказывать не только из Китая, но и из Кореи, Турции, Таиланда, Индии и Европы. Там вы можете найти качественную косметику и одежду. И главное, вам не надо переплачивать. Выбирайте товары, ориентируясь на отзывы других пользователей. Ну, купить-то можно выгодно, хорошо. А с доставкой что делать? Расслабься, брат мой. Джум всегда показывает финальную стоимость заказа. Вы сразу видите цену с учетом доставки и можете сделать заказ без всяких доплат. А еще в Джум можно заказать брендовые кроссовки. Например, Nike, New Balance, часы, Casio Orient, Parfume, Montal, Penhaligon, Siste, Lacoste. О, бренды я люблю. Любите бренды, а значит любите и черные пятницы. С 24 по 27 ноября на Джум проходит распродажа в честь черной пятницы. А это значит, что все эти бренды можно будет заказать по скидке. Так что запоминайте, самая долгожданная пятница этого года – это 25 ноября. А промокод Label.com даст вам дополнительную скидку до 11% для всех пользователей. В описании под роликом будет ссылка на подборку с товарами. То есть и черная пятница, и промокод? Именно! Цены по черной пятнице и скидка по промокоду Label.com суммируются. Переходите по ссылке и покупайте бренды по выгодным ценам. Летний домик во дворе. Ребята, бля, как будто очень хотят быть богатыми, но на все чуть-чуть не хватило денег, блядь. Посмотри вот на это просто, блядь. Мы, рэперы, приходите к нам в гости. Вот так у нас, блядь, здесь пиздатый летний домик, блядь. Нет никакой облицовки. Ну потратьте вы еще чуть-чуть сверху денег. Это, как мы понимаем, полное дерьмо. А ты понимаешь, что оно самое святое, оно самое святое, оно святое, просто покусился. Все бутафорское, он не настоящий, как и их треки. Давайте зайдем в летний домик. Летний домик, кондиционер работает, все прикольно, комфортно. Охуительный диван, мягкий, приятный. Диван, бриллиант, столик в говне, дерьмо. Раз мангал, два мангал. Блядь, у вас мангалов больше, чем у Зои Котов в доме было, блядь. Это очень странно. Вытяжка, что у нас здесь? Печенька, блядь. Что это, блядь? Это вот шоколадки? Сколько им лет? Просто посмотрите на это, блядь. Фу, блядь. Я даже не знаю, что смог ее открыть. Я не знаю, что он там там жал. Посмотрите, это все за... Где мусорка, блядь? Поволновка, все. Вот эта хуйня симпатично выглядит, будем честны. Да? Бош? Ага. Вот это круто. Первая в мире самонаводящая, если загладка. Блядь, очень красиво. Самонаводящая, если загладка. Загладка. Дай себе потолок. Ладно, будем честны. Летний домик охуительный. Бриллиант. Студия, ребят. Мы видим стремянку, потому что эти ребята не привыкли заходить в дом через дверь. Проходим в студию наших дорогих ребят. Погнали. Да, блядь. Хотя бы ноги отрыхнул бы. Кресло, честно, очень удобное. Это бриллиант, это бриллиант. Рам, мы там бастиком ходим. То есть один пишет музыку, а тут саунд-продюсер лежит и такой, ебать, я денег заработаю вот так на этом диване. Очень удобно. Мне нервная чесотка на тела делал, реально, ребят. Это бриллиант. Вместе с подушечками, со всей херней. Очень удобно. Студия прикольная. Очень много оборудования. Посмотрите, да, классное, реально, классное оборудование. Я не сильно понимаю, но я вижу, что они старались. Тут что-то, тут что-то. Пульт, синтезатор, блядь. Телевизоры с 1982 года вот с такой жопой. Очень круто. Очень много оборудования впустую. Потому что мы все слышали треки, которые здесь делаются. Эти деньги можно было на благотворительность отдать, было бы полезнее. Поэтому давайте сделаем это дерьмо. Да ты че? Вот такой холл. Ого, это что? Треки Андро? Тут у них ванна. Как я на другого еду. Зайдем в ванную. Фу, блядь. Это было для строителей моего. Во-первых, воняет сыростью невероятно. Невероятно воняет сыростью. Это не так, как ты думаешь. Это временный туалет. Жидкое мыло. Здесь сегодня на жидкое. Тут не поспоришь. Вода. Блядь, как грязно, блядь. Это что? Крам, это не готово. Это бутафория, блядь. Пустая хуйня. Это что-то такой строитель, как ты зашел руки помыть. Это точно неоспоримые. Фен. Я думал, где этот фен? Вот так они моются, нахуй. Вот так моются рэперы. Они заходят в душ, блядь. Вот так. Вот так моются. Вот так они моются. А потом такие... Ее бокал полон ихсов, блядь. Я дико извиняюсь. Все это вместе... Полное дерьмо. Извините меня. Я же говорю, это был строительный туалет вообще. Это была студия Rava Music, где они делают музыку. Пойдем, наверное, в дом. Ой, а это кто тут бросил? Это кто так положил? Оно не тут должно лежать. Это же бассейн, это же не свалка. Фонтан. Ладно, будем честны. Симпатично выглядит. Я наклею на него бриллиант. Он как будто очень старый, но вода льется. Это что нам в фонтане еще нужно? Фонтан, в нем вода. Это бриллиант. Можем показать вход, потому что это, блядь, ну это просто вход в поликлинику. Ну посмотри. Вот здесь должны... Вход в дом дерьмо. Давайте зайдем, посмотрим, что же там внутри. Прикольно. Ладно, прикольно. По-хачевски прикольно. Короче, вот это вот все эти вензеля, вот это все мне нравится, потому что я такой же, как вы немножечко. Просторно, прикольно. Диван есть, диван удобный, я так полагаю. На диване... Вот тут можно поваляться. Вот тут можно поваляться. Бля, как... Как меня... Бля, как странно, что он прямо на меня смотрит. Это нормально вообще. Извини, брат, что я в кроссовках на диване. Диван удобный. Диван удобный, мягкий. Самый кончатый диван на планете земля просто. Это точно. Это не нормальный диван. Нет, он говно. Вот напрягает, конечно, что он так смотрит на меня. Он, прикиньте, как этот, как Мона Лиза. Вот так вот, куда бы он ни смотрит, вот он все равно в нее глаза смотрит. Вот посмотрите. Он всегда... Вот обойди туда-сюда, походи. Всегда в глаза смотрит. Он вот такой. Вот такой вот. Я думаю, ему надо смотреть вот сюда. Блин, интересно, а когда Джонни вернется? Кухня. Ну, в кухне, вообще, нам за кухню не стыдно вообще. Это сочетание несочетаемого настолько. Вот это у нас кусок стадиона какого-то, блядь, просто. И вот это скатерть, блядь, клеенка. Мы просто стол еще не купили, братан. А, вот так сильно надо прятать такой разъебанный стол. Стол, ладно, стол прикольный, деревянный. Такое мне нравится, большой, массивный. Стол бриллиант, скатерть дерьмо. Бриллиант, скатерть дерьмо. Вторая скатерть дерьмо. Третья скатерть. Как бы вы думали, очередное дерьмо. Дерьмо, 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 тройное дерьмо. Как бы вы думали? Вот такая была. Так что сейчас это бриллиант. Плитка, плитка. Видно, пацаны сами клали. Делаю ремонт. Мне сказали, чем отличается китайская плитка от итальянской. На китайской очень мало рисунков в одном наборе. И вот они, нахуй, один и тот же рисунок, повторяющийся 64 раза. Дешевая китайская плитка. Это не китайская плитка, итальянская плитка. Дерьмо. Здесь как будто что-то должно лежать, нет? Нет, там должно быть. Просто провод тут, вот это, розетки. И просто нихуя. Так и нет. Полки для наград. Ничего. Наград нету просто. Плинтус, блядь, посмотрите на это нахуй. Я бы вам знаете, что сказал? Уровень плинтуса у вас, конечно, ниже плинтуса. Давай недоделанный. Пойдем дальше. Диванчик. Давай, вот я подарила этому дому этот диван. Давай, обострю его. Бля, вот что, как говорится, что-что, а диваны они выбирать умеют. Диван охуительный, удобный, приятный. Кухня в целом просторная, приятная. Диванчик у нас бриллиант, точно. Есть, ну, а хороший? Я поваляюсь. Большое, приятное, почти панорамное окно. Окно у нас точно бриллиант. Для кого? Что это такое? Да ты зашел в дом, который в ремонте сейчас. Делать, чтобы никто не суициднулся, но здесь первый этаж, блядь. Вид из окна интересная. Подсветка, нихуя себе. Здесь подсветка. Вот здесь бриллиант, чтобы заебались бриллианты снимать потом отсюда. Та-та! Паркур. Идем дальше. Бля, вот это, как в американских фильмах, это охуенно. Вот это раковина у подоконника. Всегда мечтал так, чтобы мне в доме было реально без прикола. Охуительно. Золотой кран. Холодная. И холодная. Вся вода холодная. Фу, блядь. Нечем вытереть руки. Вот это хуело, конечно. Ну ладно, раковину не будем пиздеть. Оценим ее, да? Это плюсик. Это бриллиантик. Охуенные кроссовки купил. Ну ладно. Бля, это прикольно. Хер, у меня кроссовки. В этом, в офисах, в кабинетах у людей на столах вот такая хуня нагадная. Ну вот так вот, чик. Ну поняли, до конца. И они потом... Не переключайтесь, я быстренько заказываю кофе и идем обратно. Здравствуйте, кофе по-восточному есть? Извините, мы такое не готовим. Ну тогда я сам приготовлю себе лебейший кофе. Вы также можете насладиться вкуснейшим кофе, либо прямо у себя дома. Просто переходите по ссылке в описании. Конечно же, как мы можем уйти с кухни, если не приготовим на ней мой любимый кофе по-ближне-восточному? Это мой кофейный оргазм. Можно рисовать. Ну это бриллианты. Охуительно. Вот, сволоча. Ребят, проходил по вашему дому, что могу сказать? Очень сильно мало мангалов. Я решил вам помочь. Вдруг вы идете по дому и такие, блядь, жрать охота, все далеко. Наслаждайтесь. Это все вам, на вашей кухне. В целом, это все можно нахер выкидывать. У вас есть где готовить, есть где кушать. Вот в этом готовите, в этом кушаете. Здесь чай, здесь кофе. Вот так из них можно один большой мангал собрать. Ну короче, очень... Я купил очень качественные, хорошие мангалы вам купил. Вот этот вообще очень красивый. Вот так друг на друга положить можно. И всегда можете вот так мясо варить с удовольствием. Вот так тройной мангал. Вот так здесь можно сделать. Здесь сверху. Приятного аппетита. Блядь! Каждой ванной невероятно воняет какой-то сыростью. Я не знаю, что это, блядь. Зеркало разбито. Зеркало разбито. Это дерьмо. Это точно дерьмо. Это дерьмо. Лампа, блядь. Блядь, что это? Как она? Просто смотри. Вот она просто лампа. А, вот так они зеркало. Брам, это дом, в котором самое главное, это студия, а не туалет. Нахуй вот это так высоко? Вот это зачем так высоко? Это у вас стены в говне, вы так сырёте? Ладно, возможно, Андро этим зубы чистит. Поэтому я так... Блядь! Блядь. Просто открыто всё, блядь. Эта сторона вся дерьмо. Не обсуждается. Покажи душевую. Мы очень богатые рэперы. У нас должно 340 лямов, чувак. Мы собираемся. Мы там собаку купаем. У нас душ. Кабриолет. Вот так моются ваши гумиры. Какой-то, блядь, битадин. Перекись, хлоргексидин. Тут хуй чаще моют, чем зубы. Дерьмо. Просто ничего не сказал, закрыл. Так, здесь у нас что? Тут ногами воняет. И не закрывается. Это пыточная, блядь. Мне сказали, что здесь у нас выход к колодцу. Мне сказали, что здесь у нас выход к колодцу. Должно быть интересно. Они вот это колодец называют. Там есть вода. А это кресло, почему здесь, блядь? Вот тут пускай лежит. По сцене. Я тоже так хочу делать. Погнали на второй этаж. Все. Мне страшно. Второй этаж. Тут вот у нас матрасик. Тут Андрюс Тойас Пик. Он странный тип. Вы потом поймете. В целом, давайте пойдем посмотрим, что у них тут по комнатам. Комната Моны. Вот она. Так, здесь мне сказали, у Моны тут жила ворона. Потом съебалась. Мона и ворона, блядь. Откуда, почему? Гарри Поттер Ванс. Обувь. Умонный размер ноги 38-й. Нихуя себе, почти как у меня. Это бриллиант. Кровать. Никого не хочу обидеть. Вот она кровать. Да, кровать выглядит, как будто вызвали проститутку, и она со своей кроватью проверялась, и она кружила. Простите. Что с твоей кроватью? Как думаете, обидно? Полочки, да? Это розовый цвет? Это дальтоник пиздец. Это дальтоник? Здесь какая-то чемодан, сундучок. Что хранит в сундучке Мона? А, это, блядь, проигрыватель, а я ебанат, получается. Получается так. Вкус у Мона есть. Это бриллиант. Это у нас крослей. Пойдем дальше. Это была комната Моны. Я считаю, блядь, опять все в говне. Посмотри, что это. Это кстати Анатолий пушевал. Пусть будет бриллиант. Девочка, чтобы не обижалась, и грустной ей не было. Погнали. Все классно, хоть что-то. Так, это студия Андро. Какой-то холодильник, мини-холодильник какой-то, в котором у нас что? Кола и лимон. Охуительно. Холодная кола, это я люблю. Андро рисует. Как всегда удобно диван. Подождите, это нельзя не оценить. Диван, разъеб. Как будто просто пока пиздюку дали порисовать. И он устал на тропе. Извини, брат. Это, к сожалению, да? Учитывая, что тебе лет 30 или 20, даже если тебе 16, это дерьмо. Ну, нахуя столько студий вам? Вы, блядь, в одном доме живете. Хоть раз было, что ты вот идешь в студию и такой, бля, занято. Сейчас бы пиздец трек написал. Попробуем. Дудка. Это я люблю. Зря ты взял ее в рот, отвечаю. Зря ты взял ее в рот, отвечаю. Зря ты взял ее в рот. Дерьмо. Пойдем на балкон. Кайфовый балкон. Я бы сразу ставил бриллиантик. Просто за... Люблю. Просторное, прикольное. Молодцы, ребята. Дай бог здоровья, чтобы у вас все... Лучшее место для работы. Несмотря ни на что. Базар на луку. Для жизни, там еще не все готово. Удобные сидушки, сиденьки, да? Да, кайф. Кайф, мне нравится. Стол, стул. Заебись. А что тут делают баскетбольные мячи? Долетит? Ну-ка. Давай. Так, ну это будет тяжело. Танк нахуй. Если вы вот так хоть раз не делали, я не знаю, нахуй вы тут живете тогда. Молодцы. Комната Андро. Просто информация про Андро. Да, просто информация. Андро окончил 4 класса. Да, Андро, брат, Джонни окончил 11 классов. Хватило мозгов съебаться с лейбла. Что у него сразу видим? Сейф бросается в глаза. Сейф, который в Турции на ресепшене уснули ребята, и он просто спиздил. Это бриллиант. Молодец. Матрас, матрас, матрас. В целом удобно. Пиздеть не буду. Это бриллиантик. Матрасик удобный. Турник. Турник. У Андро дома есть турник. По Андро не сказать, конечно же. Выглядит Андро неважно, если честно. При всем уважении. Очень люблю тебя, брат. Но выглядит он как будто, он каждый раз, как будто только что после концерта потный. Вот так. А у него концерт раз в год. Он один концерт в год дает, и потный ходит просто. Тут у него турник, крайне неудобный. Вот так ты висишь. Вот почему он жирный, просто шкаф мешает. В целом он бы вообще пиздец раскачался. Просто, пацаны, комод. Если бы не комод, ебать он тип был бы. Поэтому турник, бриллиант, комод, дерьмо. Очень много ювелирки. Ну это скорее, это похоже не на ювелирку, а на бижутерию. Ничего пока пиздатого. Андро как будто любая моя тетя, нахуй. Вот так вот. Такие у меня сережки. Почему у тебя сережки? Ты носишь сережки вот такие. Это мои. Девочки забывали. Красавчик. О, какой-то подарок. Это мне подарок. Представляете? Первый гость, который сделал подарок. Серьезно? Да, да. Посмотрим, что там. Бля, разъеб. Без хуйни, прикиньте. Просто прикол дейсина какая-то. Круто? Брат, охуительно. Спасибо. Но комната хуйня. Не обессудь. Я очень честный человек. Подарок охуительно, комната хуйня. Подарок бриллиант, комната дерьмо. Ты бриллиант, ваша музыка дерьмо. Видишь, все вот так. В мире должен быть баланс. Балансирование. Пойдем дальше. Андро, как настоящий рэпер, если он поет где-то там про какой-то Rolls-Royce, у него должен быть Rolls-Royce. И у Андро есть Rolls-Royce. Чтобы он не пиздил в своих треках и люди верили ему. Rolls-Royce это разъеб. Это бриллиант. Я считаю, это вот так делается. Бриллиант. Детские фотографии. Ну, блин, детские фотографии всегда. Это очень мило. Вот Андро раньше был девочкой. Мама, долбан. Аккуратненько. Бриллиант. Ладно, в целом, приятная комната. Одна из самых приятных в этом доме, потому что пока они, блядь, очень странные все были. Они не готовы. Андро, твоя комната. Бриллиант. Молодец. Пойдем в твою мастерскую. Это мастерская Андро, если что, да? Но пока мы не начали. Андро, я смотрел интервью твое. В интервью его спросили, почему он решил заниматься музыкой. Он сказал, просто очень много хуевой музыки, и мы хотим делать пиздата. Вопрос, когда начнете? Андро, картина маслом, ты, может быть, не прям правильно понял. Он такой, я вчера на подсолнечном масле рисовал. Сегодня вот пробую вот этим, оливковым, олейно. Это там было или он подложил? Не, я использовал это, да. Я хожу уже сколько по этому дому, постоянное ощущение внутри, типа, вот бы сейчас снаружи стоять просто. Бля, его как будто построили из всего, что спиздили. Он везде разный, бля, это как это возможно, нахуй? Это один дом, бля, просто ты ходишь, это просто разные. Как будто ограбили какую-то свалку, нахуй. Ограбили свалку с материалами и такие, давай построим дом. И вот он, вот. Ванная Андро. Это все временные ремонты. Ванная Андро. Пока, честно, самая приятная ванная в этом доме. Вода жидкая, это уже хорошо. Тут холодная. Тут горячая. Охуительно, вот так теплая. Руки помыть. В этом доме, кстати, постоянно хочется руки помыть. Я не знаю, что мы это связываем, но всегда хочется руки мыть. И ни в одной ванной полотенце нет, нахуй. Я вот такой человек. Зубные щетки у Андро, на каждый зуб по одной, как известно у Андро, 7 зубов. Зеркало пиздатое, большое, приятное. Мне нравится, честно, не буду пиздеть, это не дерьмо. Зеркало, бриллиант. Лево, миколь, видимо, что-то выскочило у человека. Так что, девочки, если решите Андро дать, спросите, куда он там мажит. Ебать! В целом, относительно всего дома, ванная, бриллиант. Пошли дальше. Кстати, вся одежда, которую носит Андро, всю полностью он шьет сам. Именно поэтому он так дерьмово выглядит. Мы идем в комнату Эльмана. Блин. Тут у нас живет Эльман. Вот его кровать, да, его жена, я так понимаю. Тут спит аудитория Эльмана, которая его слушает, вот в этой кровати. Главное, детская кроватка, это, конечно, бриллиантик. Это очень круто. Пингвинчик приколдесный, в кепочках, прикольно. Оценивать не будем. Бля, кондиционер разъеб, конечно, посмотрите, просто вот какой-то устанавливал. Вы же взрослые люди, они... Вот на такой высоте повесим, чтобы он вот так нахуй. Бедный кондиционер, он такой... Вот так просто работает, нахуй. Вот так лучше. Не благодарите, дерьмо. Неудобно, висит, торчит, весь вид портит. Блин, честно, я не понимаю, как можно в таком доме, в большом доме, где живет толпа рэперов, жить с ребенком? Я не живу с ребенком. Тем более, если это ты купил дом. Или этих нахуй выгони, или с детьми переесть. Вы понимаете, они такие, йоу, мы рэперы, и тут наш движ. Тише, 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 ребенок спит. Тише, ребенок спит, тише. Они такие крутые. Гардеробная Эльмана. Это не моя гардеробная. Здравствуйте. Часы. Я клянусь, я в Нижнем работал в магазине, продавал часы. И вот такие вот, 200-300 рублей они стоили. Я напоминаю, Эльман, Эльман, владелец всей вот этой вот шайки Лейки, всего вот этого, блядь, он владелец, он, блядь, ты как, где ты наебал кого? Я не понял нихуя. В одном интервью он сказал, что он взял 8 миллионов в долг, 8 миллионов рублей в долг, чтобы вложить в рекламу и раскачать вот этих всех артистов. А потом я гуглю, кто такие Рава Мьюзик. И мне выдает, возможно, вы имели в виду Жара Мьюзик. Ты эти бабки куда проебал? Бэху себе купил? Ты куда проебал? Я ничего не понимаю, блядь. Фанатки твои посмотрят все, всем классом. Как могут быть дорогие вещи? Вот сумка Прада, вот она. И она вот здесь, блядь. Просто баня, покажи эту крышу, блядь, просто в бане. Грам-приет через год, когда мы сделаем ремонт. Эльман, брат, так как-то вы, где-то вы проебались. Я не знаю, вы после кого этот дом покупали или ты сам его строил, тогда вообще охуеть можешь, у тебя такой вкус. Эта зона полностью дерьмо. Полностью дерьмо. Кроме детских игрушек, все дерьмо. Вот такая хуйня. Вот такая ванная у Эльмана. Это что нахуй? Ну вот это вот так дернут, и где-то поезд остановился, я правильно понимаю? Это какая-то тюремная. Вот здесь реально страшно мыло уронить. Прям ты такой, ну сам, блядь, меня ебут. Ладно, блин, Эльман, извини, брат. Ванная дерьмо, прости. Швязь, пойдем дальше. Блядь, эта лестница вначале такая широкая была. Можно было вот так толпой с пацанами прийти, пойдем поднимемся. Идут вот так в охуе. Сейчас, сейчас пройдем, братья. Лестница. Дерьмо. Ой, а здесь что, вы не собрали или что? Не понимаю, почему не собираются? Это странно, надо собрать. Надо же собирать эти вещи, вы что? Пойдем в комнату саунд-продюсера. Он на чемоданах всегда вот-вот съебется, как только люди поймут, что они хуйню делают. Самая приятная комната в доме, кстати. Круглое окно, охуительно смотрится, если честно. Круто, круто. Здесь живет саунд-продюсер. А ты им вообще показывал свою комнату хоть раз? Они знают, что ты тут живешь. Это новое сделали. Комната охерительная. Респект, что так всех наебал. Это бриллиант. Телевизор. Большой, прикольный. Телевизор тоже бриллиант. Молодец. Джойстики PlayStation мы очень любим. Мы обожаем PlayStation, но джойстик в говне. Я не знаю, вы жопой играете в FIFA? Это собака погрызла. Дерьмо. В целом прикольненько, уютненько, приятненько. И круглое окошко. Молодец. Комната бриллиант. Мы идем дальше. Мы заходим в комнату Тони. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тут? Вы Тони? Я. Мы тут поснимаем? А, ты это забыл в комнате? Да. Блин, мне такой стеснительный сыновь. На самом деле вообще. Все, читайте, пожалуйста. Читайте. У Тони в комнате много воды. И какая-то баба. Я вахуел. Мы про воду будем говорить. В комнате очень много воды. Потому что Тони, он новичок, молодой, ленивый. Ему лень спускаться вниз. Поэтому он прям тут моет жопу. Все нормально. Очень дохера воды. Это удобство. Это бриллиант. Ладно, продолжаем. Очень много здесь всякого. Блядь, что это? Бижутерия? Какие-то часы? Часы G-Shock. Это дорого? Итан. А, он назывался Итан, кстати. Потому что на лейбле был Джонни. И он такой, пиздец, как похоже. Джонни ушел, и он такой, ебать, я Тони. Сейчас уйдет Эльман, и он такой, я Бельман. Ну, короче, ладно, это разъеб. Пацан начинающий, красавчик, брат. Тебе тоже бриллиант. Очень много духов. Все с короной. Выздоравливай. А вы тут по делам? Это ваше, не ваше? Да, не, я в комплекте с кроватью шла. А, в комплекте с кроватью шла? А они вот со мной в комплекте, к сожалению. А то... Большой комплект у тебя. Большой комплект. У меня очень большой комплекс. Неплохой. Да. Конечно, я не умею прикалываться, когда вот так все неловко. Получи, Гурам, получи. Ладно, комната бриллиант, конечно. Пацаны, а снимите вот этот коридор, посмотрите, разъеб. Выходите, посмотри. Охуительно. Вот здесь снимите. Вот тут. Вот лестницу. Проходите. Охуительно. Да. Вообще пиздец, какая комната была. Обидно, на самом деле. Смешно, но обидно. Обидно за то, что ты не понимаешь, что это дом, где работают люди. То, что там не работают, но не достроенный туалет, это временная история. Приходить через год. Спасибо за эмоции, на самом деле. Я думал, будет очень обидно. Обидно чисто за бассейн. Я что плакал. Я думал, сейчас он движение сделает. А он оказывается не такой уж и черный, нет? Давайте пойдем быстрее, потому что у меня там девочка, он с ней в комнате остается. Ну все тогда. Погнали? Погнали. Ну что, ребята, мы сегодня побывали на хате у артистов лейбла Rava Music. Я не знаю, сколько здесь было дерьма, сколько бриллиантов. Но сегодня, пацаны, я меняю правила, поэтому моя оценка перед вами. Пойдем к ребятам. Спасибо. Очень классный дом. Я думал, ты не умеешь шутить, но это было лучшее твое исполнение. Спасибо, спасибо, ребята. Ты не умеешь шутить, у нас не закончен ремонт в доме. Классная хата, очень сильно мне понравилась. Я так кайфанул был. Особенно туалеты, да? Да, туалеты лучшие, брат. Я буду приезжать к вам срать, если можно. Так, ребята, если я... Ну ничего обидно, честно говоря. Не обидно? Ну ничего обидно. Я старался. Да. Если это вас не обижает, я не знаю, что надо сделать. Что, давайте разыграем подарок от вас. Да, потому что дерьма в этой хате оказалось больше. Мы разыгрываем подарок прямо сейчас. Да. Ребята, мы разыгрываем вот этого прекрасного, красивого, классного молодого человека Петю. Это и друг Петя. Мы разыгрываем картонную фигуру Пети. Давайте вы на ней распишитесь, а я пока объясню, как мы ее разыграем. Мы разыгрываем прикольного, приколдесного, картонного молодого человека. Его можно будет выиграть в комментариях под этим видео. Все очень просто. На этом лейбле есть Эльман, Андро, Мона, Тони. Вы должны придумать прикольное имя для нового артиста лейбла «Рава Мьюзик». И за самое прикольное имя мы дарим вот этот подарок. Это была хата «Рава Мьюзик». Всем пока, я поехал! Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok